Так, год длилась борьба за то, чтобы вернулись эти люди из греческой тюрьмы. Я очень рад, что сегодня удалось это сделать. И вот из этого экипажа последних шесть человек вернулось. Остался капитан, который осужден и за которого надо еще бороться. Я хотел сегодня поблагодарить общественную организацию и представителей. Вот тут есть Наташа, которая, общественная организация АСОЛЬ, которая работает постоянно над этой проблематикой. Самая большая проблема у украинских моряков. Сегодня в Греции только находится еще более 60 человек по тюрьмам греческим. И по всем ним надо было очень много работать. Меня тут спрашивали, почему нельзя организовать какую-то поддержку мощную со стороны государства. Я скажу, невозможно это сделать со стороны государства. Потому что я даже не знаю, как это можно профинансировать из государственного бюджета. Допустим, они неделю назад были выпущены из тюрьмы, ни копейки денег, для того, чтобы решить все формальности. Еще на неделю надо было снимать квартиру, чтобы люди там могли жить, находиться. Когда их арестовали, у них не было вещей, надо было передавать. Надо было покупать сигареты, продукты какие-то, хоть чуть-чуть передавать, для того, чтобы поддержать. За бюджетные деньги это очень сложно. Я очень рад, что есть общественные организации, которые организовались как раз при помощи жен моряков, которые ждали своих моряков, которые были арестованы и попадали в плен или в тюрьмы. И сегодня эта инициатива такая общественная, хорошо работает. Ну а то, что удалось вернуть, я считаю, что сегодня это очень большой успех и очень большая радость. Судовладелец, гражданин Украины, к сожалению, который практически не помогал ни общественной организации, ни семьям за это время. Всем занималась общественная организация АСОЛЬ. И тут еще надо помочь, сказать спасибо Министерству иностранных дел и посольству Греции. Потому что без поддержки МИДа украинского и без поддержки посольства тоже было бы очень трудно это все осуществить. Вы знаете, все что сможем, судовладелец живет в Севастополе, сейчас с ним начнем конкретные переговоры. До этого пока они не завершились ничем, будем стараться договориться, чтобы он поддержал семьи, все-таки больше года семьи без зарплаты. Но вот вы видели, что такое жена дождалась годами и семь месяцев, они не виделись. Поэтому тут нужно не только моральные какие-то компенсаторы включать и материально тоже помогать. Чаще всего по таким людям еще желательно, еще и определенная поддержка психолога и так далее. Потому что реабилитация полная и так далее. Поэтому будем работать, будем стараться, чтобы это было ответственно. Вы видите, что он до этого не вышел три месяца? Три месяца и год? Это год и три месяца. Я скажу, что однозначно будет работать прокуратура Украины. Это дело прокуратуры и они будут заниматься. Мы постараемся все сделать для того, чтобы решить вопрос мирно и для того, чтобы люди получили свои деньги мирно. Алло. Да. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...